А сегодня в 10.40. И мы полетели на Кипр вместе с Александром Хабаровым. Доброе утро, Александр. Всем привет. Можно я задам глупый вопрос? Как там на Кипре вообще? Жарко. Там очень жарко. Мы с вами можем днем увидеть. 27, 30, 35. Это в тени. Ну, ночью плюс 27. Но мы были в июле, поэтому жарковато. Самое оптимальное, конечно, в мае переехать, когда градусом 25, такое море. Я все никак не могу разобраться. Кипр это как отдельная страна. Ну, скажем так, это две отдельные страны. А, это даже две отдельные страны. Давайте разберемся, давайте объясним. Ну, представим, что север это оккупированная, так называемая, турецкая сторона. И юг, и юго-запад относятся непосредственно к кипрской стороне, с греческой, фактически, иллинской культурой. Но на которой присутствует также и английская присутствие, скажем так, находится. Это все-таки запутано. Вот я тоже, понимаешь, никак не могу разобраться. Я думал, что вот есть Греция, и вот у них там есть Кипр. Вот. Часть Греции. Вот я так думал. Ну, Кипр, он сам по себе отдельная страна. То есть это отдельное юридическое лицо самостоятельного государства. Но фактически там есть турецкая сторона, есть греческая. Ну, да. Ну, в Италии тоже Сан-Марина. Ну, как бы, да. Вы были на греческой стороне. Да, мы были на греческой стороне, ездили непосредственно, смотрели. Мы ехали непосредственно на историю. То есть всевозможные развалины. Вот, кстати, да. Мне кажется, это очень удобное место, где можно сочетать пляжный отдых и вот отдых такой... Информационный. Да, чтобы что-то посмотреть. Да? Так это и... Ну, с одной стороны, да, но на Кипре лучшие пляжи. Это Айянапа, это Протарас, это уже восточная часть Кипра. Историческая же часть Кипра находится уже на западе. То есть где были основаны, то есть те древние города, которые, ну, не одна уже, а две, а то и более тысячи лет, которые уже просто стоят заброшены. На восточной же стороне там в основном пляжный отдых, шикарные пески, шикарные пляжи, но того обилия и концентрации интересностей для туриста, который, ну, не очень любит, скажем, пляжный отдых, то тогда именно на запад, в район пафоса. То есть вы вот были на западе, и вы нам сейчас расскажете, что туристу интересного можно на западе увидеть, те, кто любит историю, и откуда все началось узнать. Ну, скажем так, у нас, получается, приезжали мы непосредственно в город Пафос, мы ехали в него целенаправленно, потому что другие города мы уже приезжали, смотрели, ну... Там все на пафосе? Не совсем. Там киприоты, они на расслабое. Да, понятно. Как и в любой другой жаркой стране люди. Что обязательно нужно увидеть там? Непосредственно в Пафосе или в Кипре? Вот там, где вы были. Что вы смотрели интересного, что нужно посмотреть обязательно туристу, который хочет не просто на пляже поваляться, а вот что-то подчеркнуть интересного? Ну, я бы, знаете, выделил непосредственно так называемое вилла Диониса и все, что ее окружает. То есть шикарные мозаики на полу, которым, по-моему, было двух, что ли, тысяч лет. То есть это бывший город, рядом с которым, ну, и фактически на этом же месте сейчас находится город Пафос. Ну, там просто пропитана той историей, но она отдельно выделена в музей, музейный комплекс, где, ну, можно погрузиться вот прям в ту самую настоящую греческую, линдскую историю. Мы хотим видеть Афродиту. Ну, да, Афродита — это родина. Афродита родилась непосредственно у нас на Кипре. Но место ее рождения фактически находится между Пафосом и городом Лимасо. То есть там всего, по-моему... Вы видели это место? Да, место... Вы оплывали вокруг той скалы? Говорят, три раза в одну сторону, четыре в другую надо. Оно довольно штормовое, там море, довольно высокая волна, вода довольно прохладная. Ну, я всего один раз оплывал. Было. Ну, оплывал, но один раз. Говорят, там любовь, там потом встретишься, дела, это... Ну, совершенно дикий пляж, этим он хорош, что не стоят никакие ни шезлонги, ни палатки, просто крупная галька, довольно чистая из-за этого вода. Ну, довольно интересно. Но, скажем, очень жаркое солнце, и там два-три часа находиться просто проблематично. Там есть отдых для молодежи, да? И там можно, точнее, можно разделить отдыхать вот в молодежной компании, либо вот отдыхать с семьей, с детьми. Ну, если молодежь ищет тусовки, ищет пляжи, это непосредственно Янапа, и Протарас, это непосредственно Восток. Если я не ошибаюсь, там прям какие-то проходят чуть ли там не танцевальные фестивали, что-то такое. Вот я слышал, какие-то там, ну, там много клубов. Не, ну, там, в принципе-то да, потому что... В общем, вся молодежь там. В большинстве случаев, да. Ну, молодежь мы тоже видим в пафосе. Ну, в основном они идут именно за историческим туризмом, потому что молодежь не будет интересоваться только тусовками. Ну, хотя вот между Янапой и непосредственно пафосом не так многих километров, порядка 200 километров, можно прыгнуть на машину и спокойно доехать. И там, и там побывать. И по поводу каких-то лайфхаков. Что там такого, как бы, нужно? Не то, что нужно, а то, что вы узнали, да, и можете посоветовать тем, кто собирается впервые на Кипр. Ну, первое, это не бояться арендовать автомобиль. То есть, без разницы, что там левостороннее движение, правый руль автомобиля. То есть, не страшно. К правому рулю вы привыкнете минут с 15. К левостороннему движению, ну, день покатаетесь, будете уже ездить по городу, по автострадам тоже спокойно. Асфальт очень хороший. Самое, что интересно, что мы для себя открыли, прекрасно работающий дубль ГИС в режиме офлайн. Все интересности, прекраснейший навигатор. То есть, который тебя проводил всевозможными виноградниками, строил оптимальные маршруты, что ты тратишь на дорогу, к примеру, не час, а минут 15. То есть, вот это нам очень понравилось. И машина эта не так дорого, по сравнению. То есть, вы мобильный, вы едете помимо какого-то интересного пляжа, хотели искупаться, остановились, искупались. То есть, за вход на пляж с вас денег не возьмут. То есть, возьмете шезлонги, возьмете зонтик, тут да. Но если пришли сами, искупались, сели дальше, поехали. То есть, не боятся брать автомобиль. Это своего рода тоже экономия какая-то. Ну, это очень мощная экономия, потому что, если смотреть те цены, которые предлагают за те же экскурсии туроператоры, там может быть экономия 1 к 5, 1 к 8. То есть, это мы будем учитывать и бензин, и покушать. Ну, очень большая экономия на данный момент. Насчет покушать и обо всем остальном поговорим уже после рекламы. По Кипру мы сегодня катаемся вместе с Александром Хабаровым. Александр, что касается еще того, что необходимо, допустим, знать человеку, который собирается на Кипру. Ну, первое. Мы с вами уже прошлись маленько по истории. То это и линская история, там присутствует римская история. То есть, это все мы можем увидеть, все это увидеть в навигаторах. Все это выделено. Дорогу вам навигатор построят совершенно бесплатно. Любители достопримечательностей археологических и так далее. Но также стоит выделить именно паломнический туризм. Кипр — это мощнейшая концентрация православных святынь, которые до такой степени концентрированы на Кипре, что каждый небольшой монастырь имеет фактически жемчужину, если не бриллиант, какой-то сакральной вещицы. То есть, здесь, конечно, можно выделить... Они все в основном стоят в горах Тродос. То есть, это в центре Кипра. Они все рабочие, да? Они, большинство, да. Большинство рабочие. Есть очень богатые монастыри. Им принадлежит огромное количество земель, за которые они спокойно сдают в аренду. Соответственно, у людей есть деньги. И они могут себе позволить и отстраивать монастыри, выдержать их, покупать какие-то новые святыни. То есть, довольно-таки интересно. Вот если кто-то заинтересован в паломническом туре, то Кипр прям... То место. То место, да. Что вы кушали? Ну, ели, конечно, и морепродукты, и европейскую кухню, но здесь надо останавливаться в настоящих тавернах. Все, что вокруг побережья, все вот эти магазинчики, маленькие таверны, они все заточены на европейского потребителя. То есть, вы придете, там будет пицца, там будут даже пельмени. Но чтобы покушать непосредственно настоящую кипрскую еду, надо уходить туда, ближе к горам, ближе к монастырям, к небольшим поселочкам, где стоят интересные просто таверны. Вот мы остановились в таверне около города Катикос. Прекрасная таверна в два этажа. То есть, на нашем, наверное, мы бы назвали ее рестораном. У них эта таверна, два этажа, белоснежные скатерти. Ну, честно скажу, самое шикарное, что я пробовал, это был ягненок. То есть, ягненок там приготовлен просто божественно. Греческий салат. Ну, греческий салат, да, но ягненок... Нет, видите, здесь как мужчина, скажу, здесь мясо. Я понял, я понял. Хорошо. И что, не знаю, вас поразило больше всего, не знаю, вот менталитет людей, да, хотя там вы сказали много приезжих, да. Русских много, да? Русских очень много. Ну, в Лимассоле их огромная концентрация. Почему-то русские едут в Лимассол. Сейчас вот начинается, появляться, что наши соотечественники начинают покупать виллы непосредственно уже в Пафосе. Пафос начинает довольно плотно застраиваться. Ну да, кризис же, поэтому, да, надо покупать там дома. Не, ну, продают виллы на побережье. Почему бы и нет? Что больше всего впечатлило на протяжении всей поездки по Кипру? Именно природная красота. Есть что прям... Ну, давайте так. Очень понравилась, скажем так, северо-западная оконечность Кипра. Это заповедник Акамаз. То есть это деревья, это открытая вода, на Кипре воды нет, это реки, все русла перекрыты, воды просто нет. То есть стоит пустое русло, и там уже кто-то что-то либо домики строит, либо огородики какие-то делают. А вот есть участок совершенно нетронутый, где на побережье могут выплывать и откладывать яйца в большие зеленые черепахи, где есть всевозможные ущелья, водопады, где в других оконечность Кипра этого просто нет. То есть именно та природа. Вы это все видели? Да, то есть это все в шаговой доступности от пафоса. То есть вы берете машину, проезжаете ну максимум 50-60 километров, перед вами огромнейшее ущелье, по которому вы идете, доходите до прекрасного там водопада. Все красиво, все в зелени, по горам пасутся козы, солнце полит. Круто. А знаете, что? Значит, надо не бояться брать автомобиль и ехать, посмотреть все монастыри, сады, что там еще. Где про мозаику там вспоминали? Это непосредственно сам город Пафос. Да, вот. То есть, собственно, туда едем, и все, что вокруг, все это... Да, ну, скажем так, в Пафосе здесь можно выделить тоже... Тоже первое, мы с вами сказали, где купаться. Рядом с Пафосом есть прекрасный пляж, он называется Кораллия Бэй. То есть есть Коралл Бэй, есть Кораллия Бэй. Чем интересно... Бесплатные? Они, да, они также бесплатные. Если вы пришли со своим шезлонгом, можете просто упасть на полотенце, лежать, никто вам слова не скажет. Чем он интересен, что течение, приходящее именно к этому побережью, оно приходит с открытого моря, то есть оно не приносит мусор. Все равно, так или иначе, в прибрежной зоне есть какой-то мусор. Здесь мы получаем совершенно чистую воду. Прекрасные песчаные пляжи, когда можно пройти метров там, ну, 50-70, это тебе будет, ну, не выше горла. То есть и для детей очень хорошо, что они утонут, они никуда-то не уплывут, прекрасно стоят волнорезы, песчаное дно. В принципе, очень замечательно. Спасибо, Александр. Вот такая небольшая у нас поездка, но тем не менее, что-то... Я бы на турецкой стороне залегла бы, и все. Александр Хабаров. Спасибо, Александр. Значит, Евелина Ларина. Да, Александр Песоветин. Всем добра и позитива. Я прощаюсь до завтра. Евелина продолжает работать. Слушайте новости. Пока.